Привет, я хочу рассказать вам о рюкзаке BASK LIGHT. Вот он. Это 69-литровый рюкзак и первое, чем он привлекает, это его вес. Килограмм 185 грамм. Он добротно сделан на вид. У него длинные филямки для того, чтобы крепить сбоку что-нибудь. У него очень прикольные зажимы, как у натотонки для стропы для лишней. То есть вот так вот раз она скручивается и лишнее зажимается на липучке. И ничего не болтается, все очень красиво и цивильно. Значит, посмотрим, что у него внутри. У него есть отстегивающиеся клапаны и первое, что бросается в глаза, это вот странные такие штуки на клапане. Для чего вот эта штука непонятна совершенно? Наверное, не было. Просто запасные кинули. Мы их снимаем, потому что нам точно не нужны. А вот это для чего? Сейчас попытаюсь понять. Этот клапан можно снять совершенно. У него отстегивается на липучке вот такая вот тряпочка. Его можно целиком выстегнуть. А это специально продумали для того, чтобы комфортно использовать рюкзак без клапана. Соответственно, мы встегиваем стандартное отверстие. Получается вот такой трюкзак. Вверх закрыт. Гениально просто. Смотрим, что получилось. Килограмм 60 грамм. Но уже гораздо интереснее. Здесь спинка, она, конечно, без всякого каркаса. Но внутри есть усиление. Это вот такой вот коврик. Соответственно, нам он совершенно не нужен. Мы его выбрасываем. А вместо него для усиления спины можем вставить такую модифицированную пенку. Меньше килограмма. Килограмм 960 грамм. То есть это вполне такой легкоходный рюкзак. Как ведет он себя в полевых условиях, мы вскоре проверим в трехнедельном пешем путешествии по Полярному Уралу. Следите за новостями. Есть мнение, с которым сложно не согласиться, что 70-литрового рюкзака маловато для трехнедельного путешествия по Полярному Уралу. Дело в том, что еда, которую будем нести с собой, составляет вот, собственно, столько. И это все нужно уложить вот в этот рюкзак. То есть вот это, вот в это. Как оно сюда влезет, непонятно. Дело в том, что все нужно уложить в трехнедельное путешествия по Полярному Уралу. Вот все поместилось. При желании в некоторую пустоту можно будет еще напихать молочевки. О, здесь еще места полно. Следующая необходимая вещь, которая нужна в любом походе, это спальник. На Полярный Урал нужен теплый спальник, чтобы температура комфорта была около нуля. Для облегчения веса я себе купил вот такой вот пуховый килт. Его отличие от спальника в том, что нижняя часть, здесь нет молнии, сюда вставляется модифицированная пенка. И, соответственно, она и греет. В этом именно благодаря этому он получается легче. И весит 575 грамм, когда синтетические спальники весят порядка двух килограмм. Значит, и он занимает немного места. Попробуем его сейчас запихнуть в непромокаемый гирмый мешок. Важно ни в коем случае не намочить пуховый спальник, иначе он никогда не высохнет. Значит, наполненный воздух, он занимает объем 40 литров. А если воздух спустить... ...получается вот такая вот небольшая штука. В дальнейшем я сюда доложу спальную принадлежность. Это термобелье для сна и теплые носочки. Собственно, он легко входит в рюкзак. Я все-таки наден верхний клапан, потому что в данный момент у нас... ...объем нам играет большую роль. Ну вот, получается, такой рюкзак. У рюкзака есть ручки из... ...спереди и сзади, что очень удобно. В общем, рюкзак кажется... ...очень громадным, очень удобным... ...и интересным. У него есть регулировки лямок, как... ...такие... ...есть регулировки вот такие... ...весь набор... ...грамотных регулировок... ...здесь присутствует... ...сидит хорошо. Как он поведет себя в полевых условиях... ...мы вскоре увидим в трехнедельном... ...путешествии в Полярном Уралу. Я хочу визуально сравнить... ...с рюкзаком Татонко, тоже 70 литров. У Татонко очень много приятных штучек. Например, молнии, через которые можно залезть в рюкзак... ...практически в любое место. Вниз, в середину. Но из этих молний затрудняется именно упаковка рюкзака. Вот что мне, например, не понравилось. Значит... ...по объему примерно был такой же пакет, как и в мой рюкзак. Но мне пришлось забивать... ...и в эти карманы, в эти карманы, в эти карманы. В общем, здесь чуть-чуть больше штокенных вещей пока... ...чем в этом. Но этот, мне показалось, собирать гораздо проще и... ...быстрее. Татонко многим круче. У нее более удобные лямки. Более удобные даже ручки. Они такие мягенькие и приятно браться. Всякие кармашечки. Всякие зажимчики для палок. Но она весит три килограмма. Три. На два килограмма тяжелее. На сегодня все. Смотрите дальнейшие наши видео.